150 работодателей, свыше 1700 вакансий. Всё как на витрине. Подходи и выбирай. На ярмарке трудоустройства собраны самые разные компании. От крупных и известных в регионе до небольших предприятий. За каждой стойкой приветливые представители, которые проконсультируют и расскажут, каких сотрудников они приглашают к себе на работу. Горно-рабочий очечного забоя, слесарь, машинист горновымочных машин. Ну и так по возможности люди, которые хотят связать свою жизнь с угледобывающей промышленностью. В списке самых востребованных не только работники горнодобывающей отрасли, но и лесной. А ещё традиционно – учителя и врачи. Впрочем, сегодня здесь можно не только найти работу мечты, но и знать о том, где и как можно обучиться чему-то новому. На ярмарке немало студентов, которые только-только начинают свой путь в профессию. Всё хорошо организовано. Объясняют, приглашают. Очень все приветливые, доброжелательные. Это немаловажно. Очень интересно, потому что многие просто не могут найти работу. Не могут найти. Поэтому мы говорим и объявляем везде, что есть возможность. Пожалуйста, идите, приглашаю. Поэтому, может быть, благодаря таким форматам у нас и снизилась безработица. Рассказывают здесь и о возможностях, которые открывают самозанятость или оформление социального контракта. На втором этаже разместился филиал фонда «Защитники Отечества». Перед республикой стоит особая задача по трудоустройству тех, кто вернулся со спецоперации. В КОМИ постепенно расширяют возможности для переобучения. Например, на водительскую специальность. В прошлом году ведь на самом деле очень много людей прошли через наши ярмарки и региональных этапов, и федерального этапа, которые в республике будут 28 июня в этом году. Конечно, это мероприятие не ради мероприятия. Нам надо обеспечить не меньше 70% целевого показателя по трудоустройству всех граждан, которые принимают участие и которые подают свои заявки именно к работодателям в этапах таких ярмарок. Основные мероприятия ярмарки развернулись на площадках в Сыктывкаре и Ухте. Но подобные мероприятия прошли так и во всех муниципалитетах КОМИ. Первая подобная ярмарка прошла в регионе в прошлом году. Мероприятия посетили порядка 5000 человек, и 649 из них нашли работу. С уверенностью можно сказать, что после этой ярмарки цифра будет гораздо больше. Дарья Волокжанина, Ксения Лосева, Евгения Кладкевич, Олег Юшков, Телеканал Юрген.